Сы. Так, давайте начнём. Иван Сафранчук. Иван Сафранчук, МГИМО. Вы сказали, что нам предстоит очень важное десятилетие в развитии мира и нашей страны. Но создаётся такое впечатление, что есть некоторая дверь в это десятилетие. Вот у меня как раз вопрос об этой двери. В последнее время многократно… Поближе, поближе. Да, в последнее время многократно возрос накал ядерной риторики. Украина от просто безответственных заявлений перешла к практической подготовке ядерной провокации. Представители Соединённых Штатов и Британии делают заявления, в которых звучат такие нотки о допустимости применения ядерного оружия. Байден, скажем, говорит о ядерном Армагеддоне. И тут же в Америке идут комментарии в том духе, что, мол, не страшно. И при этом Соединённые Штаты в ускоренном порядке размещают в Европе модернизированные тактические ядерные бомбы. Получается что-то вроде того, что ядерным оружием бряцают, а уроки Карибского кризиса признавать отказываются. Вот поясните, пожалуйста, Владимир Владимирович, мир действительно находится на пороге возможности применения ядерного оружия. И как в этих условиях будет себя вести Россия как ответственная мировая ядерная держава? Спасибо. Смотрите, пока ядерное оружие существует, всегда существует опасность его применения. Второе. Цель сегодняшней возни вокруг ядерных угроз и возможного применения ядерного оружия, она очень примитивная. И я вряд ли ошибусь, если скажу, в чём она заключается. Я уже говорил о том, что вот этот диктат западных стран, их попытка надавить на всех участников международного общения, в том числе на нейтральные или дружественные нам страны, заканчивается ничем. И они ищут дополнительные аргументы для того, чтобы убедить наших друзей или нейтральные государства в том, что нужно всем вместе противостоять России. И провокации с ядерным оружием, нагнетание возможности самого тезиса о возможном применении со стороны России ядерного оружия, поставлено именно, используется именно для достижения этих целей. Повлиять на наших друзей, на наших союзников, повлиять на нейтральные государства. Сказать ему, смотрите, кого вы там поддерживаете, какая Россия страшная страна, не надо её больше поддерживать, не надо с ней сотрудничать, не надо у неё ничего закупать, не надо им ничего продавать. На самом деле, это примитивная цель. Что происходит в действительности? У нас мы ведь инициативно ничего никогда не говорили по поводу возможного применения России ядерного оружия. А только намёками отвечали на те заявления, с которыми выступали лидеры западных стран. Вот госпожа Лестрас, недавняя премьер-министр Великобритании. Она же прямо сказала, прямо сказала в разговоре с представителем прессы, да, в Великобритании ядерная держава, в обязанности премьера-министра входит возможное применение, и я сделаю это. Ну, это не дословно, да, но близко к тексту. Я к этому готова. Ну, как, понимаете, и никто ведь никак не отреагировал. Ну, допустим, она ляпнула там, девушка, как немножко не в себе. Ну, как можно такие вещи говорить публично? Сказала. Ну, поправили бы её. Потому что в Вашингтоне мы публично сказали. Мы к этому не имеем никакого отношения. Мы не знаем. И обижать не надо было. Ну, просто отмежеваться. Ведь молчат все. А что мы должны думать? Мы думаем, что это согласованная оппозиция. Что нас начинают шантажировать. И что нам? Совсем молчать, сделать вид, что мы ничего не слышали, что ли? Серия других заявлений идет по этому поводу. Руководство, значит, киевского режима постоянно говорит о своём стремлении обладать ядерным оружием. Вот это первая часть Морализонского балета. А дальше? Вот постоянно идут разговоры о том, что мы творим на Запорожской атомной электростанции. А что же мы там творим? Так прямо иногда говорят. А постоянно намекают на том, что мы обстреливаем атомную Запорожскую электростанцию. Но они сбрендели совсем, нет? Мы же контролируем эту атомную электростанцию. Там же войска находятся наши. Вот я разговаривал, ну, уже пару месяцев прошло, наверное, с одним из западных лидеров. Он говорит, уберите, я говорю, что надо сделать? Уберите тяжёлое оружие Запорожской атомной станции. Я говорю, согласен. Мы уже сделали это. Там нет никакого тяжёлого оружия. Да? Ну, другое уберите. Чушь какая-то, понимаете? Вот вы смеётесь. Вот это смешно. Но на самом деле это почти дословно. Я же говорю, послушайте. Но там вы просили, чтобы находились наши, находились на станции представители МАГАТЭ. Мы же согласились. Они там. Они даже отказались жить в гостинице. Они живут прямо на территории атомной электростанции. Прямо на территории. Они своими глазами видят, что происходит. Кто стреляет и откуда снаряды летят. Ведь никто не говорит о том, что украинские войска обстреливают атомную электростанцию. Никто. А нагнетают ажиотаж, обвиняя в этом Россию. Ну, это бред. Ну, казалось бы, бред. Но это происходит же на самом деле так. Я тоже уже публично говорил о том, что, по-моему, три или четыре линии высоковольных электропередач повалили диверсионные группы киевского режима вокруг Курской атомной электростанции. Но, к сожалению, ФСБ не смогло их поймать. Ну, поймают, надеюсь, когда-нибудь. Ушли. Но они же это сделали. Мы проинформировали всех западных партнёров. Тишина. Как будто ничего не происходит. То есть они стремятся к какому-то ядерному инциденту, чтобы возложить ответственность на Россию и раздуть какой-то новый виток борьбы с Россией, санкции против России и так далее. Другого смысла я просто не вижу. Но это же происходит. И вот теперь новая задумка. Мы же не случайно обнародовали данные спецслужб по поводу того, что готовят какой-то инцидент с так называемой грязной бомбой. Это же просто сделать. Мы даже знаем, где примерно это делается. Остатки ядерного тополя немножко преобразовали. Технологии, имеющиеся на Украине, позволяют это сделать. Загрузили там в точку У или куда-нибудь другой. Подорвали где-то ядерное устройство. Сказали, что это Россия сделала. Нанесла ядерный удар. Нам не нужно этого делать. У нас смысла нет никакого. Ни политического, ни военного. Значит, нет, это же делают. И это я дал указание Шойгу прозвонить всем его коллегам и проинформировать об этом. Но мы не можем проходить мимо таких вещей. Вот сейчас говорят, МАГАТЭ хочет приехать и проверить ядерные объекты Украины. Мы за. И как можно быстрее нужно это сделать. И как можно шире. Потому что мы знаем, что сейчас киевские власти делают всё для того, чтобы замести следы этой подготовки. Они работают над этим. Ну и, наконец, по поводу применения, неприменения. Единственная страна в мире, которая применила ядерное оружие против неядерного государства – это Соединенные Штаты Америки. Они сделали это дважды в отношении Японии. С какой целью? В военной целесообразности не было вообще никакой. Ноль. Ну, какая была целесообразность применять против Хиросимы и Нагасаки практически против мирного гражданского населения ядерное оружие? Что, была угроза какая-то территориальной целостности Соединенных Штатов, суверенитету? Да нет, конечно. Да и военной целесообразности уже не было. Военная машина Японии была сломана. Возможности к сопротивлению были сведены практически к нулю. Зачем нужно было добивать Японию ядерным оружием? Кстати, в японских учебниках, как правило, пишут, что это союзники нанесли ядерный удар по Японии. Вот так держат эту Японию. Даже в учебниках школьных не могут написать правду. Хотя, вроде, каждый год вспоминают об этой трагедии. Молодцы, американцы. Просто надо брать пример, наверное, в чём-то с них. Мы просто красавцы. Но это происходит, это есть. Ну, так вот, США – единственная страна в мире, которая применила ядерное оружие. И сделала это, потому что посчитала, что это в их интересах. Что касается России, у нас есть военная доктрина, пусть её прочитают. В соответствующей статье этой военной доктрины написано, в каких случаях, по какому поводу, в связи с чем. И каким образом Россия считает возможным применение оружия массового уничтожения в виде ядерного оружия. Для защиты своего суверенитета, территориальной целостности, для обеспечения безопасности российского народа. Вот у нас буквально завтра 60 лет главного дня Карибского кризиса. Вот кульминация, когда, собственно, решили отступить. Вы можете представить себя в роли одного из лидеров, ну, вернее, Хрущёва, получается? Мы можем до такого дойти? Ни в коем случае. Не дойдём? Нет, я не могу себя представить в роли Хрущёва. Ни в коем случае. Хорошо. А в роли лидера, которому придётся решать вот этот вопрос такой? Мы готовы к решению любых вопросов. Мы же не отказываемся. Мы в декабре прошлого года предложили Соединённым Штатам продолжить диалог по стратегической стабильности. Они нам ничего не ответили. В декабре прошлого года. Тишина. Если хотят, мы готовы, пожалуйста. А если не хотят, не надо. Мы развиваем свои современные технологии, средства доставки, в том числе гиперзвуковое оружие. Нам, в принципе-то, ничего не нужно. Мы самодостаточное себя чувствуем. Да, понятно, что когда-то они нас догонят и по гиперзвуковому оружию. Это очевидно. Высокотехнологичная страна – это только вопрос времени. Но пока не догнали. У нас всё есть. И мы развиваем эти технологии. Если кто-то хочет с нами вести диалог на этот счёт, мы готовы, пожалуйста. Так, Россияган Махарадшу, дайте, пожалуйста, он руку тянул. Россияган Махарадшу, дайте, пожалуйста. You have answered a direct point that I raised earlier, but if I could expand upon what I had asked. Escalating and accelerating crises continue to further reveal the precarity, the precarious position we are in and what our system currently is driving us towards. So unequal exchange continues, as you pointed out. Inequitous distribution, especially of human capacity, capability and competence, render future prospects of reconciliation and reform inside an unfair yet hegemonic system extremely bleak. Sanctions, fear of reprisals have rendered monetary sovereignty meaningless, especially with the weaponization of the payment system. In our contemporary conjuncture, what could then constitute a more democratic and workable alternative to the current international system of payments and settlements? Да. Это один из ключевых вопросов сегодняшнего развития и будущего не только финансовой системы, но и мироустройства. Вы попали прямо в десятку. После Второй мировой войны Соединённых Штатов создали обратно-вузскую систему, укрепили её многократно по самым разным векторам, работали, создали международные институты, которые находятся под их контролем и в сфере финансов, в сфере международной торговли. Но они дают сбой, очевидно. Огромная ошибка со стороны Штатов, я уже говорил об этом, использовать доллар в качестве оружия в борьбе за свои политические интересы. Подрывает доверие к доллару, ну и к другим резервным валютам. Капитально подрывает. Поверьте мне, я знаю, что я говорю, потому что все задумались, стоит ли держать из доллара валютные резервы в долларах. Не так просто выйти из доллара, потому что у американцев создана очень такая мощная система, которая держит эти резервы и не выпускает их, по сути дела. Выйти очень сложно, но на будущее все задумаются. Значит, я уже сказал, могу только повторить, в чём мы видим будущее финансово-международной финансовой системы. Во-первых, это такой общий посыл, тем не менее, всем странам должно быть обеспечено суверенное развитие. И нужно относиться с уважением к выбору любой страны. Это тоже важно, даже примитивно к финансовой системе. Она должна быть независимой, деполитизированной. И, конечно, она должна быть основана на финансовых системах ведущих стран мира. И вот если это будет создано, а это непростой процесс, очень сложный, но это возможно, тогда более эффективно будут работать и международные институты, их нужно либо реформировать, либо создавать заново. Международные институты помощи тем странам, которые в этой поддержке нуждаются. И прежде всего нужно будет на базе вот этой новой финансовой системы обеспечить трансфер образования и передачу технологий. Вот если вот все вместе это суммировать, собрать, как палитру необходимых коррелизации возможностей, то и сама экономическая модель, и финансовая система, она будет отвечать интересам большинства, а не только интересам вот этого золотого миллиарда, о котором мы говорили. И как предтеча, что ли, вот создание такой системы, это, конечно, необходимость расширения расчетов в национальных валютах. И с учетом того, что финансовые власти США используют доллар как оружие и создают проблемы для расчетов не только нам, но и нашим партнерам и другим странам, конечно, вот стремление к независимости, оно неизбежно будет развивать расчет в национальных валютах. Вот, например, с Индией у нас по экспорту, по-моему, уже 53% в расчетах используемой национальной валюты. По импорту где-то, не знаю, где-то процентов 27 примерно. И с другими странами развивается очень активно, развивается расчет, с Китаем очень активно развивается расчеты в юанях и рублях. И с другими странами, это перечислять всех не буду. Так что, вот, что касается собственной финансовой системы, то, на мой взгляд, генеральный путь развития – это создание деполитизированных, основанных на национальных валютных системах, такой наднациональной мировой валютной системы, которая бы, безусловно, обеспечила расчет. Это возможно. В конечном итоге, так или иначе, исходя, вот, сделая первые шаги в расчетах национальных валют, потом на региональном уровне, мне кажется, этот процесс будет развиваться. В. 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 Взр. В. В. И эти дискуссии в основном о том, что существует два конкурирующих проекта. Ну, так сказать, российский, предлагаемый российским посредником, и западный. Ситуация довольно рискованная, ситуация и вообще в регионе есть риски, она не очень спокойная. Что Россия в этом смысле думает, каким образом Россия собирается реагировать на эту ситуацию, и каким образом Россия планирует действовать в дальнейшем в этом контексте? Спасибо. Вы знаете, я не знаю, может быть, я не знаю, даже говорили об этом раньше или нет, публично. Может, говорили, а может, нет. Но я скажу, не вижу здесь, если даже не говорили, секретов никаких не вижу. Мы в течение многих лет вели диалог с армянской стороной и предлагали урегулировать вопрос, связанный с Карабахом, следующим образом. Ведь Армения фактически контролировала семь районов Азербайджана. Мы говорили, ну, давайте будем двигаться к нормализации отношений. Вот есть два района, которые, Лебеджанский и южнее, значит, коридоры эти, большие районы. На каком-то этапе договоримся с Азербайджанской стороной, отдайте пять районов, но они не нужны, бессмысленно, они просто пустуют. Там люди ушли, фактически изгнаны были с этих территорий. Зачем их держать? Смысла никакого нет. А для связи с Карабахом два района огромные, между прочим, вполне достаточно. И мы считаем, что это было бы справедливо, вернуть беженцев и так далее. Это было бы хорошим шагом к нормализации ситуации в регионе в целом. Ну, армянское руководство пошло своим путём. Как известно, это привело к той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день. Теперь вопрос о регулировании, о мирном договоре. Наша позиция заключается в том, что этот мирный договор, конечно, нужен. И мы поддерживаем это мирное урегулирование. Так же, как и делимитацию границы и полное урегулирование пограничного вопроса. Мы за это. Вопрос, какой вариант избрать, – это дело Армении, армянского народа и армянского руководства. В любом случае, какой бы ни был выбран вариант, если это приведёт к миру, мы только за. Но мы не собираемся ничего навязывать. Мы не можем Армении и не собираемся Армении что-то диктовать. Если армянский народ и армянское сегодняшнее руководство считают, что нужно выбрать какой-то конкретный вариант этой мирного договора, так называемый вашингтонский, насколько я себя понимаю, предусматривает признание суверенитета Азербайджана над Карабахом в целом. Но если Армения так считает, ну, пожалуйста. Мы поддерживаем любой выбор армянского народа. Если армянский народ и армянское руководство считают, что Карабах имеет какие-то свои особенности, что надо эти особенности учитывать, и как-то это нужно обговорить в будущем мирном договоре, такое тоже возможно. Но, безусловно, нужно договариваться с Азербайджаном, надо, чтобы эти договорённости были приемлемы и для другой стороны, для Азербайджана. Это очень сложный и, прямо говоря, тяжёлый вопрос. Но Армения является нашим стратегическим партнёром, союзником. И мы, конечно, в значительной степени, имея в виду интересы Азербайджана, будем ориентироваться на то, что будет предлагать сама армия. Вы два года назад на наших же беседах очень высоко отозвались о президенте Эрдогане, что он хвостом не виляет, настоящий мужик. За эти два года много чего тоже произошло. Ваша оценка осталась той же? Ну да, он крепкий, сильный руководитель, который руководствуется прежде всего, а может быть, исключительно интересами Турции, турецкого народа, интересами, значит, турецкой экономики. И вот в значительной степени этим объясняются его позиции по вопросах энергетики, в вопросах строительства, скажем, турецкого потока. Мы предложили сейчас создать газовый хаб на территории Турции для потребителей в Европе. Турецкая сторона согласилась. Тоже, конечно, прежде всего, исходя из своих собственных интересов. Значит, в сфере туризма много интересов, в строительном секторе очень много интересов, в сельском хозяйстве. У нас очень много совпадающих векторов взаимных интересов. И поэтому, да, и президент Эрдоган никогда не позволяет сесть себе на шею и руководствоваться интересами третьих сторон. Но он, конечно, защищает и в диалоге с нами, прежде всего, свои интересы. И в этом смысле Турция в целом, и президент Эрдоган в частности, являются непростыми партнерами. Многие решения рождаются в таких длительных и непростых спорах, переговорах. Но есть стремление с обеих сторон достичь этих договорённостей, и мы, как правило, этих договорённостей достигаем. В этом смысле Эрдоган, конечно, последовательный и надёжный партнёр. Пожалуй, это, наверное, самая главная характеристика. Он надёжный партнёр. А сам он сесть на шею не пытается вам, например? Вы знаете, я же сказал, что президент Турции не простой партнёр. И он всегда отстаивает свои интересы, ну, не личные, а интересы страны. Ну, это нельзя сказать, что он пытается сесть на шею. Он просто борется за то решение, которое, по мнению его правительства, его советников, является оптимальным. Мы боремся за то, чтобы принимаемые решения были оптимальными для нас. Ну, как правило, повторяю, находим эти решения даже по очень чувствительным вопросам. Вот в Сирии, допустим, в вопросах безопасности, ну, и по экономике, в том числе по инфраструктуре. До сих пор нам всё это удавалось сделать. Повторяю ещё раз, это чрезвычайно важно. Мы понимаем, что если мы прошли трудный путь, было трудно договорить, но мы договорились о чём-то, можно быть уверенным в том, что это будет сделано. Это вот самая важная надёжность и стабильность в этих отношениях. Дайан Житилека. Дайан Житилека. Дайан Житилека. including the history of the Red Army. И вы считаете, что это важно чтобы пришли к коммунистическим элементам, как и многие в России, чтобы в общей широкой патриотической фронт? Спасибо. Моя позиция заключается в том, что я считаю необходимым использовать всё наше наследие историческое. Я считаю, что нельзя отказываться ни от чего. Ни от того положительного, что было в истории России, связанного было с Царской империей. Ни того положительного, а было немало положительного в истории Советского Союза. И там, и там были свои минусы, свои проблемы. Они по-разному преодолевались и имели разные последствия. Что касается отношений с левой частью нашего политического спектра и с другими политическими течениями. Вы знаете, ведь особенность сегодняшней России заключается в том, что по поводу борьбы с внешними угрозами у нас практически полный консенсус. Да, есть люди абсолютно прозападной ориентации, которые живут там в основном. Ментально там, семьи у них там, дети там учатся. Ну да, есть такая небольшая часть. Но она всегда была и всегда есть во всех странах. Ничего себе особенно. Но в целом консолидация очень большая. Вне зависимости от политической окраски и взглядов по поводу пути развития самой России. Ну, люди коммунистических убеждений считают, что нужно в основном всё национализировать опять там, всё огосударствлять нужно и так далее. Насколько это эффективно? Ну, трудно сказать. В чём-то и где-то, в какой-то конкретной исторической ситуации мы тоже не отказываемся от этого. У нас же даже есть закон о национализации. Но мы этого не делаем. Нет необходимости никакой. Мы исходим из того, что нужно использовать наиболее эффективные инструменты развития страны. Рыночные принципы. Но под контролем, разумеется, государства, государственной власти, под контролем народа. И, используя эти преимущества, направлять их на главную цель, на повышение благосостояния страны, на борьбу с бедностью, на расширение наших усилий и достижение лучших результатов в области жилищного строительства, образования, здравоохранения, на решение других, чрезвычайно важных для людей вопросов. Поэтому мы работаем и с уважением относимся к тем людям, которые придерживаются левого взгляда, в том числе коммунистических убеждений. Советский Союз, как Вы правильно сказали, сами упомянули, жил долгое время под контролем, под руководством коммунистической партии. Сейчас не буду вдаваться там в детали, где там что было хорошо, что плохо. Вы упомянули о религиозных организациях. Но они у нас все, у нас четыре традиционных религии, все настроены исключительно патриотически. Что касается русской православной церкви, она всегда на протяжении всей истории была со своей паствой, со своим народом. То же самое происходит и сегодня. Ключевое отличие, может быть, сегодняшнего дня во взаимоотношениях с конфессиями, с нашими традиционными конфессиями, заключается в том, что мы не только внешне, но мы по существу не вмешиваемся в жизни религиозных организаций. Они у нас, может быть, гораздо более в свободном положении находятся, чем во многих странах, которые считаются демократическими. Мы никогда не оказываем никакого давления. Мы считаем, что мы перед ними в долгу, потому что за советское время их имущество разбазарили, выездили за границу, распродали там и так далее, и так далее. То есть нанесли большой ущерб религиозным организациям, в том числе и русской православной церкви. Мы стараемся поддержать все наши конфессии, но мы не вмешиваемся в их работу. Наверное, такого никогда раньше и не было, чтобы, с одной стороны, был общий такой патриотический настрой, связанный с развитием страны и внутри нашего государства, и связанный с поддержанием наших интересов вовне. Но при этом мы предоставляем полную свободу их деятельности. И вот такое взаимоотношение, такая ситуация, мне кажется, приносит нужный нам результат. Кубат Рахимов, Каргызская республика. Уважаемый Владимир Владимирович, Россия действительно безусловный лидер нового антиколониального движения. Также во всем мире широкий отклик получает приверженность России традиционным консервативным ценностям. Но за время работы нашего Валдайского клуба мы увидели очень серьезный запрос на социальную справедливость, на справедливую организацию общественных отношений. Как вы это видите? И чем могли бы мы быть полезны, как эксперты Валдайского клуба? Это первый мой вопрос. Второй вопрос. Как вы оцениваете перспективы переноса столицы Российской Федерации в центр страны, фактически в центр Евразийского континента, для того, чтобы быть ближе к странам Шанхайской организации сотрудничества? Спасибо. Что касается более справедливого устройства, социального устройства в России, то у нас по конституции Россия является социальным государством. И, конечно, все, что мы делаем, все наши национальные цели развития посвящены именно решению социальных задач. Вот здесь можно говорить часами, времени даже с сегодняшнего дня будет недостаточно. Все, что мы делаем, направлено именно на это, на решение социальных задач, которые стоят перед российским государством. И у нас их очень много, в том числе много нерешенных задач. Я уже об этом говорил, еще раз повторю. Значит, нам нужно развивать экономику и на этой базе решать вопросы здравоохранения, образования, технологического развития, менять структуру нашей экономики. Структурные изменения – самое главное. Будет меняться рынок труда. И в этой связи, конечно, мы должны подумать о тех людях, которые будут высвобождаться со старых мест работы, давать им новые компетенции, проводить переобучение и так далее. Поэтому, что касается Валдайского клуба, здесь собираются эксперты самых разных, самого разного направления. И если на экспертном уровне нам будут подсказывать тенденции развития по ключевым направлениям, мы, конечно, были бы благодарны для того, чтобы иметь в виду Ваше мнение при строительстве наших планов, учитывая, значит, Вашу позицию по этим тенденциям, о которых я сейчас сказал. Потому что, понимая, что будет завтра, нам нужно и нужно строить политику сегодня. По поводу переноса столицы. Да, такие разговоры и у нас есть. Но нас переносили когда-то в столицу, значит, и неоднократно это было в истории российского государства. Россия, как бы, исторически, ментально, центр России всегда ассоциируется с Москвой. И, на мой взгляд, какой-то необходимости. Есть проблемы в развитии столицы, как мегаполисов. И должен сказать, что они под руководством команды действующего мэра Собянина, они решаются гораздо лучше, чем во многих других странах мира и во многих других мегаполисах. Был период, когда здесь нарастали, они и сейчас отчасти нарастают проблемы, связанные с транспортом, с развитием социальной инфраструктуры и так далее. Но всё-таки за последние годы мэр Собянин очень многое сделал для того, чтобы эти угрозы оккупировать и, наоборот, создавать условия для того, чтобы москвичи и те, кто приезжают в Москву для работы, либо гости Москвы, приезжающие сюда с туристическими целями, чувствовали себя здесь комфортно. Очень многое сделано для развития города в последние несколько лет. Ну, а эта проблема излишней централизации всех федеральных структур в Москве, она существует. И так же, как в некоторых других странах, я, например, сторонник, делать так же, как в некоторых других странах, а именно децентрализовать вот эти полномочия и компетенции центральные, столичные. В других регионах России. Ну, например, мы судебные центры создаём в Петербурге. Там уже Конституционный суд работает, есть планы и конкретные планы строительства Верховного суда. Ну, делать это нужно не спеша, а спокойно, создавая и судебному сообществу благоприятные условия для работы в том же самом Петербурге. И мы будем делать это без всякой спешки и суеты. Некоторые крупные компании, которые, скажем, работают, на самом деле, в Сибири, а центральные органы управления имеют в Москве, могли бы там разместить свои штаб-квартиры. Это, кстати, и происходит. Росгидр, например, там обосновывается в Сибири, по-моему, в Красноярске, они там, по-моему, штаб-квартиру свои обосновывают, оборудуют. И центральные органы власти могли бы так некоторые быть рассосредоточены по территории Российской Федерации. Это пойдёт только на пользу и самой системе управления, и тем регионам, где они будут появляться.